Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о вакцинации свиней против рожи. И даже не о самой вакцинации, сколько о негативных последствиях, которые могут сопутствовать вакцинации. Что же это такое? Такую реакцию в своей практике многолетней я наблюдал уже не раз. Проводишь вакцинацию против рожи и определенное количество животных дает вот такую характерную реакцию. Эта аллергическая реакция похожа на пробу туберкулинизации у коров. Это означает, что организм свиньи был сенсибилизирован возбудителем рожи свиней Ресипилотрикс суис. Возбудитель уже был в организме животного, когда мы ввели вакцину. И антитела среагировали по типу аллергической реакции. Скорее всего, возбудитель попал из грунта. Но либо его было малое количество, либо слабовирулентен был. Он не привел к развитию заболевания рожи, клиническому проявлению. Но сформировал иммунитет. В два месяца у поросят ослабевает коластральный иммунитет. И они стают чувствительными к возбудителю Ресипилотрикс суис. И поэтому нельзя затягивать вакцинацию поросят. Нужно вакцинировать свиноматок, как правило, раз в год. И к нуропроизводителей также раз в год. И поросят, которым выполнилось уже два месяца. Но это, конечно же, зависит от разных вакцин. Нужно читать в инструкции. В нашем же случае поросятам было от 4 до 6 месяцев. Поэтому и мы наблюдаем такую интересную реакцию. И о самой реакции. Как же на нее реагировать? Если у свиньи нет горячки, температура нормальная, до 40. Если у нее нормальный аппетит, она не ослаблена. И нет других симптомов заболевания, клинического проявления заболевания. Можно оставить свинью и просто наблюдать за ней. Это так рекомендуют специалисты, которые производят данную вакцину. Другой вариант. Если у свиньи развивается горячка, 41-42 температура. Животное ослаблено. Не принимает корм. Лежит. И эти пятна распространяются по всему телу. Напоминая уже типические пятна при роже. Тогда принимаем все меры, которые мы принимаем при заболевании рожи свиней. Это антибиотикотерапия, конечно же. Ну и в принципе все там. Лично я никогда не использовал сыроводок. Хотя они есть на рынке. Что касательно из моего опыта. То я хочу заметить. Если я бы даже в первом случае был очень осторожен и применял бы антибиотики. Почему? Потому что мои наблюдения показывают, что эти папулы, если на них не реагировать. Ну допустим после вакцинации через 24-36 часов начинают проявляться эти папулы. Как правило они появляются, как вы видели, в районе уха, в районе шеи свиньи. И если на них не реагировать, я заметил, через 2-3 дня они начинают распространяться по всему телу. Мы уже замечаем их в других местах тела. И далее, интересный случай из моей практики. Я его наблюдал на свиноматке. Я тоже просто наблюдал, я никак не реагировал. И что я начал замечать, уже через 4-5 дней. В свиноматке начали проявляться симптомы сердечной недостаточности. Эти пятна покрыли все тело. Они начали некротизироваться. Кожа начала некротизироваться. Просто кусками отпадать от тела. Также были симптомы поражения суставов. Были артриты. Свиноматка не вставала, не принимала корм. После этого случая, который со мной случился, так свиноматку, к сожалению, пришлось дорезать. Я уже, в принципе, не рискую. Если я после вакцинации замечаю такие вот реакции. И они не проходят на протяжении 24 часов. А далее начинают прогрессировать. Я применяю антибиотикотерапию. В последнее время эндрофлоксоцин неплохо с этой проблемой справляется. Вот, друзья, интересное такое явление, такая аллергическая реакция. Интересен ваш опыт или случались такие случаи у вас? Каким образом вы реагировали и решали данную проблему? Друзья, следите за нашими видео и берегите своих животных. До свидания.